Всем привет! Сегодня вы узнаете о том, что является истинной причиной ожирения, где вывели самого массивного быка и какие проблемы совместными усилиями решают американские и казанские ученые. Подробности далее в программе новости науки с Ролиной Киряевой. Итак, в мире. Специалисты Института биомедицинских наук Токусимского университета в Японии провели исследование проблем ожирения у человека, что привело ученых к выводу, что в ожирении виноват белок ТЛР-9. Указанный белок отвечает за обеспечение постоянного функционирования врожденного человеческого иммунитета и хронические воспаления могут приводить к ожирению, а также к появлению со временем устойчивости организма пациента к инсулину. Полностью механизм этого процесса специалистами все еще не изучен, но уже известно, что именно ДНК погибших в организме частиц в конечном итоге приводит к появлению ожирения. А в России самого массивного и безобидного быка вывели ученые из Ставропольского государственного аграрного университета. Крупный рогатый скот нового типа, получивший название Дмитриевский, получился безрогим, а значит совсем не опасным для сотрудников ферм. 18-месячный бычок этого типа мясного скота весит полтонны. Тушь отличается равномерным жировым распределением в основном в мышечную ткань, что формирует ценнейший признак мраморности мяса. Оно также отличается сочностью, нежностью и ароматом. Недавно новый тип был занесен в список российских селекционных достижений. И напоследок в Татарстане. Казанский федеральный университет, университет Радгерса, получили грант на решение сложных проблем в персонализированной медицине с помощью самых передовых методов биоинформатики и молекулярной биологии, включая революционную технологию редактирования генома Криспарк КАС-9. Университеты вошли в число наиболее компетентных участников конкурсной программы партнерства университетов, финансируемых фондом Евразия, и получили грант на развитие совместного научного проекта. Со стороны Казанского федерального университета инициатором выступил Институт фундаментальной медицины и биологии, а со стороны университета Радгерса Департамент биологии и Центр вычислительной и интегративной биологии. А на этом все. Редактор субтитров А.Семкин